Особое мнение на 101FM Водыково, где будут уничтожать вместо химического оружия отходы первого и второго классов опасности. Люди выходят на митинги. У нас в эфире был Сергей Мамаев, и он говорит, что это из-за того, что власть не дает никаких пояснений. Люди не знают, ждать им вреда или пользы от этого предприятия. Поэтому и выходят на акции. Вы у нас в эфире чуть побольше месяца назад говорили примерно то же самое. Говорили, что будете разбираться и людям доносить информацию. И тогда, кстати, митингов еще не было. Вот теперь они появились. Вы как-то в этом направлении работаете? Да, не так давно состоялись так называемые нулевые слушания по проекту обустройства в Мородыковском заводе переработки первого и второго класса опасностей отходов. Честно говоря, там прозвучали некоторые отсылы на то, что в ближайшее время будет проект подготовлен, в ближайшее время мы сможем его предметно обсудить. Но сказать, что мы прям серьезно продвинулись в понимании того, что это будет за объект, я не возьмусь. Потому что, безусловно, та информация, которая есть, она крайне скудная для того, чтобы сделать выводы относительно опасности либо безопасности того объекта, который планируется в Мородыково. И добыть ее никак не представляется возможным. Пока нет проекта. Вот специалисты Росрава как раз об этом говорят. Пока нет проекта. На мой взгляд, когда появится проект, обсуждать, наверное, что-то будет уже поздно. Сейчас есть, безусловно, есть техническое задание к разработке этого самого проекта. Я в этом уверен. Потому что организация, которая будет проектировать какие-то мощности в полигоне или на объекте в Мородыково, она в любом случае будет выполнять проектные работы в рамках какого-то технического задания. Вот его бы хотелось увидеть. То есть, согласно техзаданию, мы какие, опять же, в проекте увидим мощности по переработке чего? Вот главное опасение, которое сейчас высказывают все участники протестных мероприятий, нам не нужно, чтобы в Кировскую область приезжали радиационные какие-то отходы. Ну, вот об этом уже заявила Росрава, и мы об этом писали, что там не только не будет радиации, там еще и будет контроль всех входящих. Ну, а вот здесь, Мария, как раз вопрос доверия. Бывало так, что нам говорят одно, по факту мы получаем другое. Масса примеров. Ну, там самые яркие, наверное, пенсионные реформы. Как избежать этого тогда? Вот сейчас детально прорабатывать. Нет проекта, покажите техзадание. Если все там так благополучно, в чем сложность? Я никаких проблем не вижу в том, чтобы сейчас показать конкретный заказ на проработку проекта, то есть техническое задание. Дальше показать проект, что ничего не поменялось. Мы действительно не везем сюда радиационные отходы. Если не радиационные, тогда какие? То есть, опять же, ртуть, содержащая лампы и батарейки, я лично ничего страшного не вижу в том, что вот такое производство будет организовано в Мрадыковой. Если туда поедут радиационные отходы, конечно, нам их не надо в Кировской области. То есть, очевидно. Если, опять же, мы говорим о каких-то серьезных загрязнителях, то есть, если к нам поедет что-то такое, что явно не добавит спокойствия жителям Кировской области, или, по крайней мере, близлежащих районов, которые прилегают к Мрадыкову, тоже наверняка большинство выскажется против того, чтобы... Но ртуть-то как будто бы тоже не добавляет спокойствия. Вы знаете, у нас есть в Кировской области производство, где этой самой ртути выше крыши, что называется, да, но... Но вот об этом людям нужно говорить, им нужно объяснять. Мы это как-то переживаем. Да, плюсом ко всему, сам объект в Мрадыково. Надо понимать, что там действительно все настолько безопасно, что никаких утечек, никаких выбросов мы оттуда не получим. Вот важно, уж, Коль, это мое особое мнение, да, я, безусловно, не сторонник полигона в Мрадыково, нового объекта по утилизации отходов. Но если выбирать из двух зол, естественно, выбирать нужно меньше. А если это вдруг традиционные какие-то отходы, ну, безусловно, нужно добиваться того, чтобы этот объект не работал по приему вот таких отходов. А запрос на тех заданий был сделан? В рамках нулевых слушаний мы это обсуждали. И была договоренность встретиться не позднее, по-моему, чем через месяц, но месяц уже где-то на исходе, пока встречи на горизонте я не вижу. И чем открытие будет проходить освещение всех мероприятий по Мрадыково, тем будет лучше для всех. И, вы знаете, вот никогда такого не было, чтобы совершенно, можно сказать, аполитичные люди, друзья, знакомые, чтобы они звонили и говорили, а что там с Мрадыково, а правда, что вот там такие отходы к нам повезут, а когда будет митинг, мы на него придем. То есть, действительно, очень широкий общественный резонанс получила проблема. И как раз за счет того, что люди опасаются и уже привыкли не доверять, вот эта проблема существует в первую очередь по этой причине. Я думаю, что тот митинг, который прошел и собрал большое количество людей, он соберет еще большее количество людей, чем ближе, собственно, будет запуск проекта, чем меньше будет у нас информации. То есть, вот сейчас задача правительства Кировской области максимально открыта и честно рассказать людям, что планируется в Мрадыково. Если там будет что-то такое, что людей не устроит, право граждан, и я здесь сторонник, отстаивать такое право, не согласиться с размещением объекта у нас на территории Кировской области. Думаете, это реально? Уверен, что это реально. Чем громче мы, скажем, свое «за» или «против», в данном случае «против», тем больше шансов, что нас услышат, тем больше шансов, что у нас не появится какого-то вредоносного объекта. Ну, как громко Архангельская область говорит? Архангельская область пока не победила, к сожалению. А говорит на всю страну? Говорит на всю страну. Рано или поздно это к чему-то должно привести. Ну, вот опять же, знаете, там вот последний пример по журналисту Ивану Голунову, да, тоже вся страна сказала. И получилось. И в самом начале развития событий много ли людей могли сказать, что вот наши публичные заявления приведут к такому результату? Наверняка немногие, но привели. Поэтому нужно быть уверенным и отстаивать свои права. Вот по поводу, вы сказали, акции КПРФ, да, которая собрала, там, по словам, опять же, Сергея Мамаева, было порядка полутора тысяч человек, казалось бы, много, да? Ну, вот я просто хочу сравнить концерт столичных звезд. Я на нем была, там, была я на нем пять минут, я убежала, там жуткая толпа была, 52 тысячи человек, как потом сказали. Вот объясните, пожалуйста, полторы тысячи человек за общественно значимое какое-то дело и 52 тысячи на Максим. Начнем с того, что в Кирове нет ни одной площадки, которая бы вместила на митинг 52 тысячи человек. Ну, просто нет. И если вдруг кто-то, будучи организатором митинга, соберет на этот митинг 52 тысячи человек, то его тут же привлекут к ответственности за то, что мероприятие, что называется, вышло из-под контроля. Более того, сотрудники полиции присутствуют на подобного рода мероприятиях, на митингах и охраняют общественный порядок. У нас одна площадка всего для проведения митингов. На которой и так сократили, да, число, возможно? Да, пока не сократили. Да, хотят сократить все. Но на самом деле все уже и так регламентировано. То есть на самом деле там площадка вмещает чуть больше двух тысяч человек. Совсем не 52. Ну, допустим, я не пропагандирую сейчас, но, наверное, есть какие-то варианты для того, чтобы выразить свое мнение 52 тысячам человек. Я вам так скажу. Если вдруг 52 тысячи человек, ну, жители Кирова или области захотят вдруг прийти на мероприятие, которое посвящено, допустим, там, не появлению объекта в Мородыково, то есть протестный митинг, они найдут возможность, безусловно, как это сделать. А почему не находят? Почему не выходят? Не знаю. Это вопрос, наверное, к тем людям, которые выходят, либо не выходят на мероприятие. Ну, никто же не будет на митинг заманивать людей, певица и Максим, например, да. Цель прихода на митинг – это несогласие, либо согласие с тем, либо мероприятием. То есть полторы тысячи у нас человек не согласны, остальные согласны. А остальные не верят как раз в то, что какой-то протест может привести к результату. Вы правильно, Мария, подмечаете, что если вдруг на митинг против строительства новых мощностей по утилизации отходов 1-й и 2-й классовой опасности в Мородыково придут 52 тысячи человек, то это серьезный будет звоночек, да? Это больше, чем в Архангельске, намного больше. То есть если вдруг против будет 52 тысячи человек, они выйдут на улицы, я уверен, что у нас объект в Мородыково не появится. А по ощущениям есть у нас такое число тех, кто против или нет? Еще раз повторюсь, никогда такого не было, чтобы люди абсолютно политичные, люди абсолютно оторванные от какой-то вот такой новостной повестки звонили и говорили, когда митинг, мы готовы прийти, вы нас обязательно информируйте. И это не единичный случай. То есть людей, которые недовольны, которые не хотят, их массово. И причем там ситуация не просто придем, у нас на работе это все обсуждается широко, мы сами придем и всех остальных приведем, потому что их это тоже волнует. То есть количество людей, которые беспокоены, просто гигантское. А партии, организации, почему тогда так мало активность проявляют? За ЛДПР могу сказать. Вот те самые нулевые слушания, о которых я говорю, в клубе вечерний, которые состоялись, был губернатор, был представитель Росрао, общественники, депутатский корпус. Вот там как раз было заявлено, что мы будем вести максимально открыто диалог с населением, чтобы объяснить, что все действительно безопасно. То есть Росрао, естественно, пытается убедить нас, что все безопасно. И многие вопросы, которые там прозвучали, пока остаются без ответов. Но нужно, чтобы маятник куда-то качнулся. Пока мы знаем, что есть на горизонте какая-то ситуация, которая нам не нравится. Но насколько она не нравится мне лично, я не могу пока сказать. То есть, опять же, если это предприятие по переработке батареек, ничего страшного в нем нет, очевидно. Тем более, если оно качественно организовано, если есть нормальный контроль. Если же это ртуть, содержащая, если это отходы радиационные, ну тогда упаси Господь нам иметь этого мордыкова. Сейчас перерыв у нас, полминутки. И продолжим еще с этой темой. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает вице-спикер областного законодательного собрания Владимир Костин. Владимир еще о Мородыкова поговорим немного. У нас в эфире был Владимир Журавлев, депутат Гордума. Он высказал мысль о том, что за опасность заводов в Мородыково регион должен требовать какой-то компенсации. Например, газификации того же Оречевского района, школы, детские сады. Или, например, даже международный аэропорт. Вот на ваш взгляд, это реально? И что нужно делать? Как просить? Это реально. Эту мысль я высказывал, кстати, на нулевых слушаниях в вашем эфире тоже. Давайте посмотрим. Опять же, говорим о ущербе экологии в случае, если у нас появится то самое производство, о котором мы говорим, в Мородыково новое. Если там не все так страшно, как мы сейчас представляем, может быть, то в любом случае при появлении в Мородыково нового объекта нужно требовать от Федерации особого внимания Кировской области. То есть какой-то вред наносится экологии, будьте любезны компенсируйте его чем-то. Особое внимание это что? В моем понимании нужно серьезное внимание уделить тем полигонам, которые у нас уже есть. У нас есть масса полигонов. Практически в каждом населенном пункте, малом или большом, есть свалки, которые сейчас эксплуатировать нельзя. Но там большое количество пластика, там большое количество отходов, которые вред приносят безусловной нашей природе. Но они там некоторые закрытые открывать хотят. Это опять же в рамках мусорной реформы. Но при этом в планах при реализации той программы, при реализации так называемой мусорной реформы было проведение рекультивационных мероприятий по всем свалкам. То есть вот те полигоны, которые, свалки все закрываются, остаются только полигоны. И то к полигонам более серьезное требование, хотя и это сейчас не соблюдается. Но мысль реформы была такая. Давайте тогда мы с федерацией все-таки спросим, если вы мусорную реформу затеяли, будьте любезны, чтобы у нас на самом деле получилось так, что свалки все ликвидированы на территории Кировской области. Как альтернатива, как некая компенсация. А это должно быть компенсацией или это просто нормальная работа, которая должна вестись? Это нормальная работа, которая нигде не ведется до сих пор. Безусловно, это должно быть везде. Но у нас часто так бывает, что, допустим, обязанность по рекультивации возлагается на тех, у кого денег нет. Ну, например, на муниципалитеты. Ну, есть там конкретный пример, да, там, давайте, Спасское сельское поселение Котельницкого района. При бюджете 1,8 млн в год всего поселения работы по рекультивации будут стоить порядка 2 млн рублей. То есть больше годового бюджета. Как долго конкретное поселение будет обеспечивать себя какими-то накоплениями для того, чтобы рекультивацию провести? Это нереально будет сделать. Ну, то есть мы понимаем. Несмотря на то, что вроде бы как все прописано, все классно на бумаге, это сделано не будет. Поэтому давайте мы сейчас уже заявим. Во-первых, нам радиационные отходы не нужны на территории Кировской области. Во-вторых, если вы ставите у нас какое-то производство отходов, которые нам все равно не нравятся, но оно безопаснее в разы, да, чем вот выше обозначенное, дайте нам как-то компенсируйте вот те потери, так сказать, которые мы понесем. Я вас уверяю, те свалки, которые существуют, сейчас вреда нам с вами, жителям Кировской области, приносят не меньше, чем Мородыковский, нормально организованный. Поэтому давайте пусть где-то у нас там убудет, но где-то у нас прибудет. Это обязательная история, о которой сейчас уже нужно говорить. А если вы проживаете в малом сельском поселении или в городе Кирове, без разницы, где вы все равно знаете, что проблема свалок, она очень актуальна для Кирова. Костинский полигон не менее опасен, чем новый полигон в Осенцах. С ним что-то нужно делать. И просто сейчас посыпать сверху песочком и сказать, что все хорошо, здесь деревья будут расти. Не будут они там расти? Те, кто сомневаются, пускай поедут на Костинский полигон и посмотрят, что там есть. Полигон эксплуатировался несколько лет после того, как его нужно было закрывать. Там лимиты превышены, все допустимые и недопустимые. Ну, нужно что-то с этим делать? Безусловно, нужно. Но работа везде идет в этом направлении по поводу Костя. Какая рекультивация? Просыпать песочком и посадить деревья? Ну, давайте посмотрим, приживутся они. То есть, на ваш взгляд, все, что там хотят сделать, это... Ну, опять же, объем средств на рекультивацию Костинского полигона, какой закладывается АХ? Я не помню цифры, к сожалению. Я, к сожалению, тоже, но в моем понимании это совершенно несопоставимые цифры с теми, которые должны быть потрачены на Костину. Тем более, спецавтохозяйство – это коммерческая организация, которая, безусловно, преследует цель зарабатывания прибыли правильно. И после всего, после того, как полигон уже эксплуатацию прекратил, он фактически отыгранный объект, приносит только затраты. Есть у вас уверенность, что там все рекультивационные работы пройдут с учетом требований? Давайте мысль тогда завершим. Та рекультивация, которая сейчас предполагается в Костино, к чему может привести? Ну, к тому, что она будет проведена некачественно, как следствие, это слабая рекультивация, отсутствие рекультивации. К чему может привести? К тому, что весь тут пластик, все те отходы, которые есть, они будут отдавать весь негатив почве, отравлять почву, землю, воду и так далее. То есть, вот у меня уверенности в том, что полигон в Костино будет рекультивирован в соответствии со всеми требованиями, нет. Вы заявляли об этом? Это очевидные вещи, на мой взгляд, да. И почему я и говорю о том, что нам нужно привлекать федеральные деньги на рекультивацию, потому что ни одна частная организация, но посмотрите на полигоны в районах, кто их там эксплуатирует. Вот существующий полигон в Орлове, я не знаю, как это можно называть полигоном вообще. Там есть один заборчик, очень такой худенький, с фасадной части, есть полтора пьяных каких-то сторожей и больше никого. Чем эта свалка, еще раз говорю, это не полигон, чем эта свалка отличается от закрытой свалки в Котельниче, я не знаю. Но у нас в Орлове почему-то полигон, в который свозятся отходы в том числе и с ряда поселений Подосиновца с плечом больше двухсот километров. Это вот к вопросу мы плавно переходим о мусорной реформе, да? О мусорной реформе, да. Мы уже перешли к нему, и у меня есть еще один вопрос. Если вот это эффективная мусорная реформа, то нам такой реформы не надо. Вот да, казалось бы, что несколько месяцев прошло, мы увидим уже какой-то результат, какую-то ясность, поймем, куда наши деньги идут. Да, видим мы только то, что, например, одна из последних новостей, контейнеры исчезают с мусорных площадок. Совпадение, не думаю, да? Вот к чему мы пришли. Куприд говорит, что это не его зона ответственности. Правительство области публикует официальные релизы о том, что делать кировчанам, куда идти, если пропал мусорный контейнер. Действительно так вопросы должны решаться? Может быть, скоро нам начнут листовки раздавать с картой, где находится полигон в Осенцах, как туда доехать, увезти свой мусор? И в дополнение я бы еще добавил, и скинуться на, собственно говоря, поддержание полигона в Осенцах в работоспособном состоянии, невзирая на ту плату, которую мы уже осуществляем. На самом деле, понятное дело, это сарказм. Мы, на самом деле, Мария, если помните, с коллегами по фракции ЛДПР говорили еще о проблеме непроработанности самой реформы. В самом начале ее обсуждения обсуждалось она, начиная с 2014 года. И не хватило пяти лет. И тогда еще в Государственной Думе серьезные были разногласия между Госдумой и правительством Российской Федерации. Обычно правительственные законопроекты в Госдуме проходят довольно-таки гладко и хорошо. Но вот конкретно эти изменения буксовали. Буксовали настолько, что профильный комитет даже возвращал документы. Это было непросто сделать, но правительство брало паузу и дорабатывало. На самом деле, не доработали. Ну, не доработано тогда, а сейчас-то что нужно сделать? И сейчас не доработано. Сейчас нужно, вот в моем понимании, все приостановить. Доработать с учетом того накопленного багажа знаний, который есть. То есть, очевидно сейчас, что без инфраструктуры говорить о том, что плата взымается правомощно, на мой взгляд, нельзя. Вот опять же, до сих пор возникают прецеденты, когда платежка приходит в тот или иной населенный пункт, а услуга не оказывается, потому что неорганизованы контейнерные площадки. Ее откатывают, ведь, наверное, потом платить они не нужны. Ну, а представьте, вы, допустим, получили платежку, вы, естественно, услугу не получаете, плату не вносите. Но вам возвращается в виде субсидии за коммунальные платежи часть оплаты этих самых коммунальных платежей. У вас есть задолженность, соответственно, появляется основание вам эту субсидию не предоставлять. Очень много времени и проблемы о том, как это происходит. Да, конечно, а вы живете, опять же, в сельском поселении, например, да, и вам, чтобы это доказать, нужно ехать в районный центр, а у вас нет автобусного сообщения. Но это целый клубок проблем. Зачем нам сейчас население толкать на все эти действия, когда элементарно сначала нужно доработать, сначала нужно, чтобы у нас появились полигоны с сортировкой. Остановить, не брать деньги. Проработать весь тот механизм. Сколько вы времени даете власти на это? Мария, давайте пойдем от другого. У нас кто инициатором был мусорной реформы правительства Российской Федерации? Оно сочло необходимым проводить изменения в этой сфере. И мы эти изменения поддерживаем, потому что негоже копить свалки под каждой елкой и губить нашу природу. Согласны. Другое дело, а что вы сделали для того, чтобы что-то видоизменить? Вели на территорию Кировской области одного регионального оператора, который по завышенному тарифу еще и говорит, не моя обязанность ставить вам контейнеры. То есть вот в этом мусорная реформа, вы правильно говорите, давайте мы сами будем отвозить на полигоны. Тогда нам, наверное, как-то, как региональному оператору, государство тоже должно какие-то преференции вводить, компенсировать это, не знаю, еще какие-то услуги вводить. Вы посмотрите, опять же, по логичности вообще всех действий, которые происходят. Сначала мы ужесточаем требования к полигонам, потом смотрим, ой, никто не проходит. Правительство Российской Федерации выходит с инициативой. В декабре прошлого года вносятся поправки в закон, которые позволяют, опять же, эксплуатировать те полигоны, которые вроде бы как не совсем и полигоны. То есть мы опять возвращаемся к тому, что есть некое послабление. То есть и по поводу платы вы считаете, назад есть возможность и нужно это сделать, откатиться назад? Плата есть, а изменений фактически нет. Ну, фактически, да. Опять же, там, говорить о том, что у нас сейчас идеальная террасхема, которая реализуется в Кирове по утилизации твердых коммунальных отходов, я тоже не возьмусь. Еще раз, из Подосиновца мы возим отходы, из нескольких населенных пунктов Подосиновского района мы возим отходы в Орловский район по территории Нижегородской области. Это эффективная схема. Давайте начнем с того, что у нас и вся северо-западная ветка крайне неэффективно утилизирует отходы. Для начала, ну, наверное, нужно решить вопрос с дорогой, чтобы у нас Лусский с Подосиновским районом не были оторваны и в Распутицу туда, в принципе, никто не мог проехать. Вот когда решим дорогу, тогда можно говорить о том, что давайте мы повезем куда-то поближе, там, в Осинце, не Осинце. Второй вопрос. Ну, в общем, вопросов очень много. Время у нас бежит очень быстро. Давайте с мусорной реформы еще на одно перескочим. Поговорим о реформе административной. Уже несколько месяцев прошло с того момента, как губернатор Игорь Васильев отдал свои полномочия председателя правительства области Александру Чурину. Еще появился вице-губернатор Андрей Плитко им стал. Вот на ваш взгляд, а сам Васильев сделал это для того, чтобы больше бывать в Москве, заниматься реализацией нацпроектов, какие-то, может быть, деньги, субсидии федеральные заводить в наш бюджет. Вот на ваш взгляд, есть какой-то результат уже сейчас? Видно что-то? Это нужно было? Ну, вот сейчас на комитетах законодательного собрания обсуждается вопрос изменения областного бюджета на 2019 год и дополнительно в бюджет поступят серьезные деньги, порядка полутора миллиардов рублей. Наверняка это результат в том числе работы губернатора в Москве, да, вот более плотный, по, так сказать, выбиванию из федерального центра денег в Кировскую область. То есть, да, какие-то уже изменения существуют. При этом говорить о том, насколько эффективна была административная реформа, пока рано, нужно дать в новой конфигурации правительству проработать хотя бы год. Потому что сейчас как раз будут проводиться ремонты дорог, сейчас будут проводиться основные стройки. Посмотрим, что в конце года получится. Более того, ну, правильнее, наверное, дать еще и там на подведение каких-то итогов первый квартал следующего года. И вот тогда можно будет сказать, да, административная реформа была эффективной или нет. Если нет, то тогда в какой части неэффективной? И можно ли рассчитывать, что второй год работы в такой конфигурации принесет больше результатов или стоит говорить о том, что изменения были преждевременными и никакого позитива не принесли и не принесут? Вот давайте подождем и в первом квартале следующего года будем первые итоги подводить. Об административной реформе, о результатах ее говорить еще рано. А вот время нашего перерыва подошло. Как раз сейчас. У нас сейчас реклама полторы минуты. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает вице-спикер областного законодательного собрания Владимир Костин. Владимир, еще о митингах хочу поговорить. Недавно был митинг по поводу школы в чистых прудах. Насколько я знаю, этой темой как раз ЛДПР занимается. Кирилл Писный, один из организаторов этих акций. Вот по поводу школы. Там очень интересная ситуация сложилась. Школы должны сдать вообще по всем документам в 2020 году. Но городадминистрация пообещала, что постарается сделать это нынче. И деньги попытаются перенести со следующего года на этот год. Федеральные деньги. Видимо, что-то вот не получается. А в итоге жители выходят на митинги и обвиняют администрацию в том, что делает она что-то плохое, неправильное и не держит своих обещаний, потому что к первому сентября ждать школу не получается. Вот можете пояснить, почему так? Может быть, администрации надо было сидеть, вообще ничего не делать? В следующем году школу сдать все бы были хорошие. Ну, вы знаете, если сидеть, ничего не делать, как сидели, ничего не делали 10 лет до этого, то, наверное, и митинги были бы под стать концертом в 52 тысячи человек. Потому что на самом деле количество людей, которые не удовлетворены тем, что нет мест в детских садах, а в детском саде до трех лет вообще в Кирове можно только мечтать. Сейчас проблема со школами. Почему так остро стоит вопрос 25-й школы? Да, конечно, изначально она планировалась в 20-й год. Да, конечно, нужно отдать должное. Планы были хорошие, если бы школу удалось запустить в 2019 году, как планировали, как обещали. То есть говорили же, мы постараемся, мы сделаем и так далее. Тут честь и хвала бы городской администрации, потому что вновь введенная школа в эксплуатацию разгрузила бы район чистых прудов, избавила бы родителей от необходимости бегать и возить куда-то детей в другие районы. Собственно говоря, другие школы, очевидно, разгрузила бы. Но 12 первых классов в 25-ю школу набрали, соответственно, рискну предположить, что это минимум 300 детей, а оказалось, что эти 300 детей вынуждены будут пойти в другую школу. И это опять же вот в последний момент. Набрали рановато, да? То есть сейчас родителям нужно решать проблему, а куда ребенка пристроить в школу. Ну, и те, кто ребенка в школу отправлял, знают, что у нас классы и так, если не с перебором, то на грани, да, по количеству детей в классе. Плюсом ко всему, не так-то просто устроиться в первый класс. Я могу сказать, что, ну, вот просто на примере одной из школ, не буду подставлять директора одной из школ города Кирова, изначально, допустим, по запрошлому году планировалось набрать 6 первых классов, набрали 8. По прошлому году планировали набрать 4, набрали 6. То есть каждый раз с перебором, да, а тут еще и целый, целая параллель первых классов из чистых прудов куда-то должна пойти в школу, когда уже, извините, классы сформированы. То есть куда распределить 300 детей? О чем думать родителям, да, когда дети у нас в 4 года сейчас в садик? Почему родители должны думать за администрацию, вот вопрос, да? Вы, Мария, как раз подняли вопрос о том, что администрация могла бы ничего не делать, и была бы молодцами, так она ничего ей не делает. Вот в части, опять же, подумать за родителей. Можно, безусловно, говорить, что открываются школы, открываются новые детские сады, и родители, те, кто туда попал, они, безусловно, благодарны за это. И мы на прошлой неделе были в 26-й школе, которая как раз сдана была в прошлом году, которая год уже работает, вернее, да. Действительно, это достойная, красивая, современная школа. И учиться там приятно. И, знаете, те люди, которые, мамы, которые были на экскурсии в этой школе, они говорят, слушайте, ну, хоть в Урованцево переезжай, да. То есть вот, безусловно, и правильно здесь губернатор говорит, что застройщики должны быть ответственными за те процессы, которые происходят. Есть у тебя школа, значит, что у тебя востребованные квадратные метры, говорить о том, что там это ляжет на тебя нагрузкой, ну, неправильно. Сразу хочется заехать туда, да, квартиру там купить, поменять место жительства. Но бездействие администрации все те годы, которые, вот, собственно говоря, у нас в стройке, не было ни по детским шансам, ни по школам. Ну, вот смотрите, сейчас она все-таки началась, и это тоже отрицать нельзя. И митинги идут, да, люди имеют право высказывать свою точку зрения. Но вот кроме этого, то есть что-то делается, ну, вот те же депутаты, не знаю, УЗС. Вот вы говорите сейчас, ругаете администрацию, а что-то делается в этом направлении. Как раз, да, по депутатам мы с коллегой по фракции ЛДПР, с Ольгой Сыкчиной вынесли на рассмотрение законодательного собрания законопроект, который предусматривает расширение количества получателей компенсации за непопадание ребенка в детский сад. Сейчас получают только вторые дети, только до трех лет. То есть вот парадокс нынешней редакции закона в том, что, допустим, ваш второй ребенок не попадает в детский сад. Самая острая проблема начинается, когда ребенку исполняется три года, мама обязана выйти из декрета, а ребенок все равно в детский сад не ходит. Но сейчас в основном такие есть, все около четырех. И существующая редакция закона предполагает, что после трех лет выплаты нет. Мы же с коллегой предлагаем, во-первых, забыть про вторых детей, то есть всем, без исключения детям, не посещающим детский сад, в их семье предполагаем выплачивать эту компенсацию. А компенсация это какая? Это не то, о чем говорил, по-моему, у нас Журавлев в эфире, что платить столько, сколько на ребенка тратят в детсаду, это примерно 10 тысяч в месяц, которые можно на частный детский сад. Это было бы, конечно, идеально, но, опять же, возможности бюджета не безграничны. И сейчас мы ориентируемся на те предложения, которые губернатор еще в 2017 году внес. И сколько это? 5 тысяч рублей. То есть это вот как раз та мера, которая действует по вторым детям до трех лет, не посещающим детский сад. Мы предлагаем расширить категорию. Всем. И не до трех, а до момента, когда он пошел в детский сад. Правильно я понимаю? Мы конкретно ограничиваем, потому что в законе нельзя написать, пока он не пошел в детский сад. Ограничиваем четырьмя годами, исходя из логики. Просто до четырех лет у нас, слава богу, дети в детский сад попадают. То есть мы как раз отсечку берем в четыре года. На мой взгляд, опять же... У меня такое ощущение, что я что-то подобное слышала. Вы выходили, да. Выходили, да. Выходили, к сожалению, поддержку у депутатского корпуса не нашли. А теперь на что надеешься? Ну, во-первых, мы поправили категории. Да, раньше у нас было до пяти лет, сейчас до четырех лет. Во-вторых, насколько мне известно, несколько меняется отношение правительства Кировской области к этой проблеме. То есть, возможно, сейчас... Не буду забегать вперед. Возможно, сейчас правительство и поддержит. По крайней мере, мы на это надеемся. И вот те митинги, которые проходили, те заявления мам и пап, чьи дети в детские сады не попали, нас все-таки ориентируют на то, что эту инициативу нужно выносить и нужно добиваться ее принятия. Я вспомнила сейчас, я была на призавтраке, это так называется, с губернатором, и я там задавала вот этот самый вопрос только по прошлой редакции этой инициативы. И мне Игорь Васильев ответил, что если ЛДПР найдет, где эти деньги взять, у кого их забрать? У ветеранов, у детей войны? И перекинуть детям маленьким, то без проблем. Где деньги брать? А вот здесь как раз история о том, что нужно скинуться мамам и папам, чьи дети в детский сад не пошли, чтобы найти деньги на строительство детских садов. Нет, смотрите, вы ведь обосновываете как-то. Безусловно, и более того, я убежден, что предлагаемая редакция закона позволит не строить детские сады, которые потом не будут востребованы. Вот у нас в 90-х годах была демографическая яма, и многие детские сады перепрофилировали. Почему? Потому что содержание детского сада это в любом случае деньги. И администрация города Кирова на тот момент не способна была нести нагрузку и содержать пустой детский сад. Очевидно, что они перепрофилировались, очевидно, что они отдавались коммерческим организациям. Сейчас у нас идет обратная ситуация, мы детские сады пытаемся забрать. Причем с боем, большим трудом и так далее. Но скоро может возникнуть... Более того, нас на это и ориентируют, что через пару лет большое количество детских садов нам будет не нужно. Хотя и убежден, что нам еще строить и строить детские сады, потому что надо все равно переходить к ориентиру, что в полтора года отдать ребенка в детский сад это нормально, а не в 3,8. Поэтому еще строить и строить. Но даже если вдруг яма будет такая серьезная, что детские сады будут не востребованы, вот как раз на выручку придет этот самый закон. То есть сейчас мы, может быть, понимая, что кто-то из родителей, взяв компенсацию, не будет отправлять ребенка в детский сад и не будет так остро, негативно настроен. Кстати, об этом люди говорят, в том числе на митингах. Не зря эта инициатива идет снизу, не зря подпирает мнение людей, кто испытывает сложности. Зачем нам тогда вот сейчас избыток детских садов? Если вы сейчас понимаете, что детские сады завтра уже в каком-то количестве будут не нужны, кстати, это одна из проблем. Нам никто точную цифру до сих пор не сказал, что вот, допустим, через 3 года у нас динамика будет такая, что количество детских садов, построенное к этому периоду, сравняется с количеством мест, необходимых нам для детей, начиная с полутора лет. То есть вот с одной стороны и прогнозы есть, и статистика есть, но вот четко разложить все в табличке пока никто не может. Время программы просто заканчивается, поэтому смотрите, это понятно, да? То есть ты выбираешь или детский сад, или компенсация. На самом деле надо выбирать детский сад в любом случае, но если уж тебе не хватило места в детском саду, будь любезен, получи 5000 рублей. Вот вся логика. Давайте все-таки на этот вопрос мне ответить, который я вам задала. Деньги откуда взять на то, чтобы заплатить всем детям? Деньги нужно взять из бюджета Кировской области. Если нет в бюджете Кировской области, нужно взять из бюджета Российской Федерации, какие необходимы для этого законопроекты, уверен у правительства. А вы предлагаете вот в инициативе что? Мы безусловно предлагаем. Потому что губернатор вас ведь точно так же спросит. Да, при формировании бюджета 2020 года нужно закладывать на это деньги. Опять же, какие деньги, вот сейчас в том числе и обсуждается, да? И почему законопроект будет рассматриваться не на июньской, а на июльской сессии? Как раз потому, что сейчас, ну, так сказать, причесываются окончательно те цифры, которые потребуются предусмотреть в бюджете на реализацию вот этих полномочий. Но ведь мы смогли, опять же, там, в бюджет Кировской области поступает порядка полутора миллиардов рублей дополнительных денежных средств, на которые никто не рассчитывал, да? Почему нам не предположить, что, наверное, у нас все не так плохо с экономикой? И, может быть, и в следующем году подобная динамика сохранится. Соответственно, у нас высвободятся средства для того, чтобы вот эти полномочия Кировской области реализовать. В конце концов, ключевой момент, Мария, почему обязанность государства, у нас в Конституции предусмотрен равный доступ к образованию, да? Почему обязанность государства не исполняется, и при этом кто-то должен сказать, а где бы на это деньги взять? Ну, наверное, предусмотреть и убрать то, что, может быть, не предполагается Конституция. У нас, в конце концов, есть масса направлений, где можно либо сэкономить, либо отработать эффективно. Ну, например, проводить аукционные процедуры либо конкурсы более эффективно. Я, например, с неучастием Вятавтодора в 2015 году в аукционе уже устал приводить 80 миллионов рублей только с одного аукциона Кировская область не сэкономила. Про дороги сегодня поговорить не успеем. И еще много вопросов осталось незаданными. Но время нашей программы подошло к концу. Спасибо, Владимир. Спасибо вам. Доброго вам дня. Доброго дня. И хорошего дня всем слушателям. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok